Друзья, привет! Сегодня не про евро. Сегодня мы поговорим про героя дня Газпром. Национальное достояние, которое сегодня в пике выросло на больше чем 30% к прошлому дню. В чем, собственно, причина такой радости? Я думаю, что вы уже в курсе, что Совет Директоров Газпрома рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. И, ни много ни мало, 51 с копейками рублей на одну акцию. Что, если смотреть на цену закрытия 30 августа, составляет 25 годовых. Ну, сейчас поменьше, потому что цена подросла. Но, тем не менее, все равно очень и очень вкусно. На фоне чего такой аттракцион невиданной щедрости? Да, в общем-то, все очень логично. По состоянию, за первое полугодие 2022 года компания заработала чистую прибыль в размере 2,5 трлн рублей. И после корректировок это 2,4 трлн рублей. По дивидендной стратегии, политике Газпрома, половина уходит на дивиденды. Ну, собственно, 1,2 трлн рублей, собственно, то, чего мы ждали раньше, должны, если все будет нормально, благополучно приземлиться вам в карман, дорогие акционеры Газпрома. Когда надо принимать решение? Время есть, сразу скажу. Время у нас есть и вот сколько. Если мы говорим про дату закрытия реестра, для того, чтобы купить бумагу и получить дивиденды, это 11 октября и дедлайн для покупки 7 октября. Седьмое. Когда будет известно, все-таки платим дивиденды или не платим дивиденды, это будет известно на внеочередном собрании акционеров 30 сентября. Поэтому, если вы, собственно, присмотритесь к этим датам, вы спокойно успеваете сначала дождаться, а потом благополучно купить. Не надо сейчас туда ломиться. Что я думаю по поводу того, выплатят или не выплатят? Мое мнение, если не будет никаких изменений, если вновь не скажут, а теперь новые НДПИ, если не будет новых санкций, если ничего экстраординарного не случится, я считаю, что ничто не мешает Газпрому реанимировать свою репутацию, восстановить свою дивидендную политику и все-таки заплатить дивиденды. Поэтому я склоняюсь к ответу «да». Я думаю, что заплатят. Означает ли это, что сейчас надо срочно тарить акции Газпрома? Мое мнение, нет. Потому что, ну, сейчас это явный оптимизм. И до конца сентября еще на минуточку целый месяц. За это время может произойти все, что угодно. Новые санкции, восьмой пакет со стороны Евросоюза, это могут быть новости относительно северных потоков, назовем их уже теперь множественным числом. Это может быть какая-то внеочередная мера. Это может быть НДП. Это может быть выпуск недружественных или дружественных нерезидентов. Это может быть абсолютно все, что угодно. Поэтому сейчас на эйфории тарить поздно. Мы, конечно, понимаем, что мы не в числе тех инсайдеров, которые затарили раньше. И вчера уже был рост акций «Газпрома» на 7%. А сегодня уже понимаем, насколько. И кто на этом обогатился, опустим это. Поэтому сейчас, я думаю, большого смысла покупать нет. Что делать? Если вы покупали акции «Газпрома» существенно ниже нынешней цены, где-нибудь здесь, честно говоря, я бы вышла, зафиксировала прибыль и принимала решение о покупке уже ближе к концу сентября, где-нибудь там 28-29, потому что есть шансы, а вдруг цена все-таки будет ниже на фоне кучи неопределенностей. Сейчас никто не подпишется, что за сентябрь вообще ничего не произойдет. Ну, согласитесь. Так что вы успеете войти в бумагу, сделав ставку на то, что 30 сентября скажут «Да, платим». И бумага на этом деле еще подрастет. Если вы брали «Газпром», условно говоря, гораздо дороже, чем сейчас, ну, то есть где-нибудь вот здесь, вот здесь, и вы по-прежнему хотите на долгосрок сидеть в «Газпроме», то, в общем-то, я бы сделала все равно то же самое. Я бы сегодня зафиксировалась, зафиксировала бы убыток, который можно садировать с прибылью этого года и переносить на прибыль в следующих лет 10. И также, если есть уверенность в «Газпроме» на долгосрок, это, в принципе, нормальная стратегия, покупала бы его ближе к концу сентября, потому что тогда будет возможность, с моей точки зрения, ну, шансы купить, может быть, подешевле, чем сегодня. Если мы говорим про стратегию спекулянта, если сейчас у вас «Газпрома» нету, вообще нету, что тогда делать? Ну, если вы хотите его купить просто для того, чтобы спекульнуть на ответе «Да» 30 сентября, то надо купить его там 28-29 и дальше пофиксить. Если у вас «Газпрома» нет, и вы хотите, в принципе, на долгосрок купить «Газпром» ради дивидендной бумаги в вашем портфеле, то тогда я тоже бы его покупала ближе к концу сентября. Если 30 сентября вам скажут «Да», то тогда, если вы долгосрочный инвестор, не надо будет из этой бумаги заходить. На какую сумму заходить в «Газпрома»? На всю, которую вы готовы в него зайти ближе к концу сентября, или все-таки на часть? Ну, мое мнение зависит от вашей склонности к риску. Если вы боитесь, что 30 сентября вам скажут «Нет», а в этой жизни мы уже видим, что бывает все, можете наполовину зайти, а половину потом, соответственно, до заходить в «Газпром», когда будет понятно, да или нет. Если нет, ну, значит, зайдите, если вы готовы будете еще ждать и дать там третий, сто пятый шанс «Газпрома». Вот и все. Вот такие мысли у меня по «Газпрому» и касательно доли в вашем портфеле. Я считаю, что на одну компанию в портфеле не может приходиться больше, чем 5% всего капитала. Иначе диверсификация не соблюдается. Поэтому не надо думать, что, ну, хотя «Газпром», конечно, национальный досостояние, 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 даже уже не знаю, как это назвать, будем считать достоянием. Все-таки даже в этом случае 5% с моей точки зрения это максимум. Можно ли «Газпром» считать все-таки бумагой для долгосрочных инвестиций? Я полагаю, что да, потому что, как, собственно говоря, стало сегодня известно, «Газпром» начинает проектирование нового газопровода в Китае с Дальнего Востока. Об этом сегодня сообщил господин Миллер. Поэтому на долгосрок, даже если Европа накроется медным тазом для «Газпрома», считаю, что потенциал у компании есть. И с учетом трех сценариев российского рынка у меня есть ролик на эту тему. Если вы морально готовы держать эту бумагу до 2024-2025 года, вполне себе здравая история для добавления в портфель. Но сегодня я бы уже не покупала. Мы, к сожалению, не инсайдеры. И поэтому сейчас на пике оптимизма, я думаю, что нужно уже выжидать, фиксироваться, если вы заходили дешевле. И у вас есть время для обдуманного решения до конца сентября этого года. Ссылочка на мой телеграмм в описании к ролику. Ссылочка на мою консультацию в описании к ролику. Завтра, если не будет никакого ЧП, будет ролик про валюту евро, перспективы евро и инвестиции европейской компании. Продолжение следует...